Сколько раз Архангел Михаил являлся на Землю? В Ветхом Завете мы встречаем 12 раз. Вот сейчас, если я не ошибаюсь, это зафиксированные явления Архангела Михаила, в том числе и там, где не сказано напрямую, что это Архангел Михаил, но, в общем-то, косвенно... По описанию мы понимаем этого. Да, по описанию предание говорит, что это, в общем-то, Архангел Михаил. Но, кроме свидетельств, естественно, священного писания, мы знаем явления и из житий святых, когда, в общем-то, Архангел Михаил является людям, исподобившимся благодати Христовой, то есть святым людям. Но вот здесь уже надо садиться, брать жития святых Дмитрия Ростовского и перечитывать. Вот когда он стоял у входа в рай, вот изгнание Адама и Евы, мне, честно говоря, не дает покоя, ведь он не пускал человечество, ведь он не пускал обратно, то есть вот он, страж такой. Тем более, что это вот, они потом вернулись и, наверное, встретились опять Адам, Ева и архистратик Михаил. Ну, это свидетельство о том, что он действительно посланник Божий, что он исполняет волю Божью, но здесь все-таки мы должны четко понимать, что это описание не то, что Архангел Михаил сам выгнал Адама и Евы, а то, что ничего нечистого с чистым не может быть рядом. То есть Адам с Евой как бы сами себя удаляют от общения, и здесь Архангел, он является, ну, только, скажем так, помощником. Я в полной уверенности, что он со слезами на глазах выполнял это повеление. Но меня, на самом деле, другой, в общем-то, эпизод интересен. В послании апостола Иуды, не из Кариотского, мы читаем описание о том, что Архангел Михаил, беседуя с дьяволом Отеле Моисеевым, стоял кротко и не смел даже, в общем-то, поднять на него голоса своего, но только говорил, что да запретит тебе Господь. То есть вот такое смирение воина-архангела, оно, знаете, это показывает величие. Величие. Отец Игорь, раз уж мы в историю уходим, у меня такой вопрос есть. А правда, что архистратик Михаил спас Новгород от нашествия Баты? В общем-то, есть такое предание, и это предание, оно тоже очень прекрасно. Я сейчас в общем хочу сказать, вообще, вот наши предки, они были совершенно какие-то особенные. Они все свои победы приписывали святым. Сергию Радонежскому, Пресвятой Деве. Не себе. Не себе. Вот это поразительно. И мы можем с вами, допустим, видеть какие-то храмы, которые, ну, совершенно, ну, а что это, в общем-то, память того или иного святого отмечается? А потом, когда мы начинаем разбираться, оказывается, в этот день войско русское одержало победу там-то и там-то. И в честь этого ставили какой-либо памятник в благодарность Богу, чтобы прославить, в общем-то, величие Божие.